Я считаю, что у жителей льбанского городского поселения Амурского района и даже всей страны существуют общие вопросы, такие как Почему скачут тарифы на услуги ЖКХ быстрее, чем зарплаты, стипендии и пенсии? Кто будет нести ответственность за тысячи безработных? Как происходит, что вся страна против ЕГЭ, а его навязывают выпускникам? Почему вместо помощи в решении жилищных проблем граждан предлагают брать ипотеку и обогащать банки? В чем причина того, что невиновных сажают в тюрьмы, а преступники откупаются и гуляют на воле? Почему на фоне роста преступности идет сокращение штатов полиции? Почему сельхозугодия брошены на произвол судьбы, а нас кормят импортной продукцией? И на это не все наболевшие вопросы, и на них пора отвечать всерьез. А отвечать всерьез – это голосовать сердцем, а не назло всем. Нельзя ведь сказано – как голосуем, так и живем. Наступает время ответственного выбора. Время голосовать так, чтобы вернуть себе страну и достоинство. Время требует перемен. Немедленных перемен ради людей, ради будущего. Я прекрасно понимаю, что коренным образом изменить ситуацию в районе, не меняя ситуацию в стране в целом, невозможно. Вместе с тем, полномочий депутатов предостаточно, чтобы решить целый ряд жизненно важных проблем для народа. Я, понимая всю ответственность перед жителями, приняла решение участвовать в выборах. Эта программа включает в себя конкретные шаги в различных сферах нашей жизни, которые уже сегодня смогут изменить повседневную жизнь каждого жителя льбанского городского поселения и Амурского района к лучшему. Первое. Жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство. Установить действенный депутатский контроль над тарифами ЖКХ. Добиваться реального снижения стоимости жилищно-коммунальных услуг. Устранение лишних посреднических структур в системе ЖКХ. Обеспечить муниципальный контроль за качеством предоставляемых жилищных услуг. Поставить под жесткий общественный контроль работу ЖКХ, качество и стоимость его услуг. Добиваться рационального и обоснованного использованно-бюджетных средств на строительство, реконструкцию дорог и уличного освещения. Второе. Культура, молодежная политика и спорт. Прилагать все усилия для развития культуры, образования, спорта, здравоохранения в рамках существующего законодательства. Принятие муниципальных программ по восстановлению и строительству детских площадок во дворах поселений. Обеспечение муниципальной поддержки всех массовых видов спорта. Третье. Содействие в решении вопроса о принятии статуса поселка Ильбан. В случае принятия у нас появляются плюсы. Это пересмотр тарифов ЖКХ, оплата за электроэнергию, возврат льгот пенсионерам, выплата социальной же месячной выплаты на проезд. Пенсионеры сами решат, получать им проездной билет или денежную компенсацию. Четвертое. День решения безопасности жителей. Это установка знаков безопасности и пешеходных переходов в местах, там, где ходят дети. Уважаемые избиратели, приходите на выборы 8 сентября. Только вместе мы изменим жизнь к лучшему. Пока есть время, возможности и желания, я буду отстаивать права и интересы жителей Ильбанского городского поселения и Амурского района. Ваш голос важен для меня. Спасибо за внимание. До свидания.